Всем привет! Решила сделать я оптам. Буду я записывать частями. Вот здесь у меня маленькая шпаргалка с напоминанием, что нужно зайти в библиотеку на мероприятие. Если вдруг там увидите. И сейчас я буду вот в этой мельничке, которую я в принципе покупала не для кофе, а для всякой мелочи помолоть, мельчить, умельчить, короче молоть и всякие разные травки, включая вот эти зернышки. Это у нас именно одна. Ну пока усел. Подозреваю, что молоть вот в такой кофемолке уже не мое. Или у меня сил не хватает, или что-то в ней не так. Потому что часть я доделала уже с помощью пестика и вот этого сувенирного блюдечка из Суздали. Суздаля. Так, я подозреваю, что у меня все-таки какую-то нормальную ступку, но ступки у меня нету, зато я обнаружила такой вот хренатень. Видимо, это все-таки пестик. И вот каким другим образом молоть в муку или в мелкую мелочь липовые цветы, которые, как оказалось, тоже обладают спонинами, то бишь мылящими свойствами, так же как семена льна, но еще полевой хвост, но до него еще не добралась. Я не знаю, поэтому я его таким макаром решила подолбить. Ну, периодически рукой перемешивая, чтобы оно как-то уменьшалось. Вот так оно сейчас выглядит, но оно все равно потом будет процеживаться через титечко. И что-то там мелкое все-таки будет. Я подозреваю, это будет не стакан на стакан, как я планирую. Ну, то бишь грамм сто там, может быть, я надеюсь, все-таки тут будет этого бутана. Кажется, я все же нашла решение. Не знаю, насколько оно эффективно для других трав, но вот это вот полевой хвощ, не зря я его все-таки собирала в прошлом году, вот в этой вот бочонке из-под нода от Гринмамы, вот этой хренью, вообще-то какая-то штука, по-моему, ей раскатывают тесто. Вполне себе долбится. Не знаю, как это применительно к другим будет травам, но вот это вполне себе уменьшается в размере. Вот так. В общем, как обычно, все спонтанно. Я сама себе напоминаю сейчас бабку Ёжку. Исходя по рецепту травы на окласть 1 в 10 каждый, то я думаю, вот этого количества хватит. Хотя тут, конечно, сейчас не видно, сколько всего тут. Но я попробую процедить это, или как-то, так сказать, через ситечко, короче, пропустите. Я посмотрю, сколько его будет. Так, это мой первый Уктан, но я очень надеюсь, что он не будет комом. В общем, тут у меня 4 чайных ложки. Вот такие вот ложки. Хвоща полевого. Ну и тушку не просеялась. Просеять я вспомнила. О, мне пойдет будущий скраб. Ссылку я на тот рецепт потом скину под видео. Ну, подозреваю, надо все-таки все остальное сейчас, вот в этом, теперь уже зеленом бочонке, попробовать уменьшить. Тут у меня уже семенная льна. Значит, полевой хвощ и липа сверху. И сейчас я собираюсь положить порошка от цепория. Ну, всего у меня тут где-то по 3 чайных ложки получается. Община по столовым. Ну, у меня тут будет по 3 чайных ложки. Я думаю, 3 чайных ложки это где-то столовая есть. Я еще положила по 3 чайных ложки матья и пудры розы. Вот то, что под розой, это как раз матья. В обзоре про чай она у меня будет присутствовать. И сверху у меня специи. Так как специи следует ложить в 2 раза меньше, чем обычную траву, ну, или там чай или еще какие-то добавки, то я решила положить по 1,5 ложки. Ну, или оно же ложка с горкой. В общем, сейчас я тут перечислю, что я вложила. Правда, не в порядке в очереди, а в порядке, как достану. То у меня был кардамон. Потом куркума. Вот тут у меня 2 пакетика. И корица. Майоран. Не зря он у меня лежал в зол своего часа. Потом кориандр молотый. И это у меня корица, а там у меня еще был имбирь. Да, и тут у меня какой-то из них вот это вот имбирь, а вот это корица. Еще я сюда положу какао. И потру немножко вот этой вот шкурки мандарина, которую я вчера специально купила. Но буду тереть я на терке, поэтому записывать уже буду после того, как сюда добавлю. Вот здесь у меня уже шкурки мандарина тертые. И какао. Шкурку у меня получила где-то 2 чайных ложки. И какао у меня чуть-чуть больше 1 чайной ложки. Меньше, чем ложка с горкой, но чуть побольше, чем целая ложка. Так, ложка с маленькой горкой, можно сказать. Это у меня первая смесь. Первая часть смеси еще. Я купила, кажется, пшеничную муку. И вообще пропорция там идет 40% это мука, 40% это вот эта вот вся смесь, и 20% это глина. Глина у меня там какая-то вся разная, но первая коробочка, которая мне попалась, это была черная глина. Так как я все делаю несколько на глаз, и не совсем по теме, эксперимент такой, то я решила добавить все-таки черную глину. В общем, позже я это все засниму. Вот так оно выглядит в смешанном виде. И чтобы определить, сколько мне нужно муки, сколько мне вышло, я пересыплю это все сначала вот в этот стаканчик. Ну и узнаю, хватит тут его, этого стаканчика, либо будет мало. Вышло даже чуть меньше целого стаканчика. Ну и вот всей этой смеси, 3 десятых у меня составляет сапонина, как раз вот хвощ полевой, большая часть, потом льняное семя, раздробленное частично, и цветы липы. И батарея у меня разряжается. Ну и пока я буду тут химичить дальше, она у меня немножко подзарядится. В общем, месиво у меня вышло 74 грамма, муки я тоже взяла 74, ну и, соответственно, вот этой вот черной глины взяла 37. Кто умеет складывать, посчитайте. Я пока еще не брала эту полную сумму. Сейчас я это все помешаю, и надо мне подумать, куда бы это все положить. И сегодня я постараюсь это затестить. Если получится, то я обещала поделиться с Машей этим месивом. Вот так он выглядит в смешанном виде. Я думаю, сейчас его опробовать. У меня как раз есть немножко гидроладорозы. Ну и я сейчас перечислю, что у меня тут в составе было. В виде сапонинов, то бишь мыльной воды, травы точнее, это у меня полевой хвост, 4 чайных ложки, 2 чайных ложки семена льна, 3 чайных ложки липы, 3 чайных ложки цикория, 3 чайных ложки моття, еще 3 чайных ложки это розы, или розовый моття, потом по полторы ложки корицы, кориандра, майорана, имбиря, кардамона, куркумы, 2 чайных ложки мандарина, свежая этой цедры, и 1 чайная ложка какао. Еще 76, точнее 74 грамма. Это у меня была мука пшеничная, сейчас я ее постараюсь показать. Вот, она у меня уже в пакете. Называлась она высший сорт. Забинтовала я ее, но, да, она пшеничная, мука хлебопекарская, и, соответственно, черной глины у меня тут было, сколько там, 37 грамм. Все вместе у меня вышло 185 грамм. Вот у меня батарея снова разряжается, ну и я, наверное, на этом пока заканчиваю. Если вам эта хрень была полезной, то я, наверное, рада. Потом я ее засниму уже, как она выглядит в жидком виде. Все вместе. Продолжение следует...